уважаемые господа сегодня я хочу рассказать вам о очень интересном использовании вот этого фотоаппарата начиная с архаичных перископов которые собственно говоря состоят всего из двух линз выгнута вогнутых передней и задней эти перископы очень архаичны они созданы на фирме штенгеля еще до появления планатов и описывают а вот в этой своей книжке а планат искусство фотографии дело в том что штенгель когда создавал свой универсальный планат он прошел фазу изобретение как раз вот этого самого перископа то есть он потратил огромное количество сил и времени отрабатывая технологию будущего а планата который состоит из четырех линз из двух склеек передние и задние и очень конструкционно похож на перископ он потратил много сил вместе своими коллегами на том чтобы сделать этот объектив ну и разница штенгель сделал перископ в 1865 году а планат уже в 1866 году чему относится наш патент значит дело в том что перископы при всей своей простоте обладают интересными особенностями о которых следует поговорить это архаичные объективы всего двухлинзовые ну и обладающие огромной фокусной разницы эту фокусную разницу таблицу я привожу в книжке на 15 странице то есть любой из любителей фотографии приобретшие вот такой антикварное изделие может спокойно учитывая таблицу значит соответственно воспользоваться им а в чем дело дело в том что этот объектив он уже конечно почти совершенен он у него по многих из них особенно поздних есть ирисовая диафрагма вполне прилично но самое главное не вы есть такая маленькая подвижка то есть о чем она говорит для наводки на резкость объектив выдвигается вперед и вы наводите на резкость а потом перед самой съемкой вы его вдвигаете вовнутрь и поворачиваете фиксируете это что означает вы таким образом компенсируете фокусную разницу которая неизбежно возникает из-за того что глаза и такая простая оптическая конструкция работают по-разному и вы наводите не по тем лучам которые сведутся в плоскость пленки при использовании перископа подробно можно описать прочитать в книжке о планах так вот интерес представляет что как этот абсолютно примитивный очень древний 1865 год изобретения объектив может работать с такой камерой дело в том что это уже серьезная камера то есть не в том смысле что много пикселей вот это вот вся абракадабра инженерная которая возникла еще до второй мировой войны когда качество объектива определялась него художественными свойствами не тем как он передает изображение как он передает человеческое лицо или ландшафты определялось количеством пикселей и хроматическими аберрациями их отсутствием или наличием вот это вот увлечение цифровизации оптики вместо поисков художественных решений привело к тому что долгое время объективы оценивались по разрешению да и сейчас основная гонка идет за числом пикселей это не совсем правильный путь особенно в художественной фотографии поэтому для демонстрации так сказать особенностей художественного использования этой камеры избрал перископ дело в том что матрица 40 на 30 небольшим миллиметров размером это уже как раз почти тот размер матрицы который бы мог конкурировать с архаичными перископами сделанными на самых древних маленьких камерах которые позволяли получать контактные вот такой примерно отпечаток то есть 6 на 4 с половиной примерно там было много форматов которые описывают своих книгах так вот вот эти маленькие камерки с маленькими перископами они как раз подходят для того чтобы получить сопоставимый результат уже на хасильбладе что же я сделал ну я сделал вот такую конструкцию то есть я поставил очень маленький перископ очень архаичный у которого нет даже ирисовые диафрагмы то есть место диафрагма у него такая крутилочка с дырочками которые встают по вдоль оптической оси этого объектива всего три диафрагмы малюсенький объектив рассчитанный на камеру примерно 6 на 4 с половиной сантиметра ну такой визитница визитный формат архаичный он примерно 1872 73 года выпуска сделан очень просто незатейливо но тем не менее здесь пассивированная такая золотистая латунь я смонтировал его в геликоид который был снят с объектива хасильбладовского 120 миллиметров 150 прошу миллиметров архаичного в котором покопались наши творческие инженеры то есть там половина винтов было приклеено эпоксидкой то есть он уже ремонту не подлежал и поставил его на хасильбладовский переходник который есть с хасильблада серии x1 на хасильбладовские на хасильбладовскую оптику предыдущих лет то есть вот такая удобная очень штука советую воспользоваться и поставив на нее вот этот замечательный геликоид с апланатом я получил практически рабочий объектив который можно уже использовать не только для того чтобы любоваться в антикварном магазине но и для того чтобы снимать то есть вот такая конструкция она ставится на хасильблад и поскольку фокусное расстояние этого малюсенького планата надо сказать что планаты обычно имеют больше фокусное расстояние чем у под последующих анастигматов которые использовались в более современных камерах двадцатого века значит они надо иметь ввиду что там примерно полуторное или двойное фокусное расстояние иначе говоря получается вот такая конструкция с такой с тремя диафрагмами и с геликоидом который позволяет наводить на резкость значит ничего сложного и незатейливого здесь нет но зато это самоделка позволяет испытывать объективы во всех их проявлениях тем более антикварные сделав несколько кадров штатным объективом 65 миллиметров я перехожу вот к этой вот занимательной конструкции а именно к перископу которым я тоже сделаю несколько кадров того же самого покровского монастыря на первый взгляд кажется что эти снимки в общем-то очень похожи если их не начать разглядывать вблизи если посмотреть поближе то выяснится очень интересная закономерность конечно архаичный перископ который скоро 150 лет значит он конечно менее разрешающий конечно он и хроматические аберрации у него посильнее и общее в целом картинка уходит чуть-чуть сине фиолетовый то да это действительно так но есть и достоинства кое-какие он намного лучше передает полутона он же вообще-то создавался для черно-белой фотографии а мы тут его в цвете да еще на матрице с нулевой плоскостью фокуса тем не менее он вполне справляется и когда общую картинку смотришь разница то не очень велика ну конечно при увеличении как вы сейчас видите выползают его грехи то есть он конечно слабо разрешающий объектив и особенно открытой диафрагме он работает как бы не так хорошо как современный но разница 150 лет сказывается тем не менее если посмотреть вот рядом как раз ходькова снята небольшая небольшой такой полянка с березками то увидите что там разница по веточкам не бог уж весь какая если посмотреть на снег в котором очень важные оттенки то есть техника белых тонов то тут тем не менее вот этот архаичный перископ дает форы самому современному объективу хасельбладовскому смотрите как он передает оттенки белого и насколько здесь выше яркость и градации но это те преимущества которые дает перископ а из-за простоты своей конструкции в чем дело почему такая разница для ее таскать раскрытия нам потребуется еще одно испытание которое было сделано уважаемые господа я нахожусь в городе юрьев польский в центре города здесь старинные церкви окружены прекрасной земляным валом ну который широко используют местные жители место красивое тем более верхняя точка съемки здесь можно очень хорошо побаловаться с различными фотографическими аппаратами я здесь и буду продолжать наши эксперименты по сравнению современного объектива и старинного перископа которые будут тоже использовать на разных выдержках итак что видно на этих кадрах но на этих кадрах видно что на хорошем солнце с прикрытой диафрагмой а диафрагма надо сказать этих этих этого объектива впереди весьма впечатляющий там все начинается примерно с 14 18 а в 14 18 но понятно потому что аберрации на открытые диафрагмы будут чудовищные тем не менее на этих диафрагмах и поглубже до 32 он работает вполне прилично установлены на том же хасибладе x1 d2 в чем же дело по цветопередаче до небольшое вранье есть которая сказывается в том что небо более фиолетовое а вот в деталях если посмотреть на детали например на храме барельефов тоже оттенки белого значит у нас получается так что если мы не исчерпываем все разрешение то перископ работает поинтересней получше если мы таскать посмотрим на другие объекты ну например на стену башни монастырской конечно кирпич выглядит мутноватым но тем не менее цветопередачи его ближе к реальности нежели несколько гипертрофированные цвета снятые с оригинальным объективом то есть есть свои недостатки и достоинства почему потому что объектив имеет очень интересную особенность у него нету абсолютно резкой точки то есть точки абсолютного фокуса поэтому кстати говоря хасиблад начинает немножко злиться на это дело потому что он вас и подсвечивает там оранжевыми контурами резкие места так вот стоит прикрыть диафрагму перископа как резкими местами становится почти все в чем дело дело в том что перископ дает равномерную слабую слабую нерезкость без четко выраженного резкого пика это позволяет ну во первых снимать очень хорошо портреты особенно про щавых девиц ну понятно да что вы размываете немножко чуть-чуть тот самый сдвиж который позволяет создать образ у человека то есть легкая размывочка а с другой стороны глубина резкости резко увеличивается почему потому что у вас одинаково не резко как бы все на огромном пространстве в чем дело я в том что когда делали контактные отпечатки когда негатив складывали спать с бумагой и печатали на ней этого было не видно то есть . 100 микрон рассматриваем этом с 15-20 сантиметров перед человек с чистым глазом не видно а перископ был рассчитан так чтобы добиться этого результата таким образом этот объектив дает свои преимущества он скажем так дает глубь большую глубину резкости или скажем так одинаковой слабой нерезкости что конечно портретном деле вообще очень важно принципиально важно а в ландшафтном отдает тот самый образы и вот посмотрите рядом с непосредственно с юрием польским там несколько кадров сделанных таких ландшафтных из них тоже понятно что как работает этот объектив по цвету разница не очень велика а вот по скажем размытию изображения которые создают образ увеличивается в данном случае речка снята там несколько деревьев кроме этого я попробовал испытать этот самый перископ в качестве такого объектива для проверки на борьбу с контрастом вот есть еще один такой город называется кольчугино очень тоже приятное место и в центре города стоит покрашенный черной краской памятник владимиричу ленину это хороший памятник он так стоит необычно немножко позе спокойный и за ним значит ну соответственно административные здания они белые а владимир ильич абсолютно черный и поэтому очень интересно посмотреть как борется с этим как оригинальный объектив хасельблада так и вот этот архаичный перископ оказалось что перископ чуть чуть получше справляется что и следовало ожидать но вот вы посмотрите на увеличенных фрагментах ленинского пиджака ты по разрешению там невелика разница посмотрите надпись избирательной комиссии которая прикреплена к около входной двери этого административного здания разрешение хорошее но еще лучше картинка получается в окрестностях того же самого кольчуги на этом сделал несколько кадров уважаемые господа я нахожусь около плотины в городе кольчуги на здесь я как раз сейчас буду тестировать два объектива один перископ старинный который сказать обладает архаичными свойствами самый современный объектив на этих кадрах сделанных перископом и оригинальным объективом 120 хасельбладовским мы видим тоже разницу конечно разрешение хасельбладовский объектив доминирует но по целостности композиции по цветопередаче архаичный перископ почти не отличается как вы видите и веточки и мелкие детали и различные оттенки снега на плотине которые так сказать и в виде теней располагаются они очень здорово работают то есть иначе говоря перископ сочетание с матрицей с такой он дает большие художественные возможности то есть если взять очень маленький а небольшой объектив перископ вот здесь данном случае у меня перископ рассчитанный на камеру 13 на 18 сантиметров даже нет даже больше 18 на 24 но это уже такая большая камера для контактной съемки конечно такой на хасельблад не поставишь а вот такой малюсенький который вот у меня здесь смонтирован запросто и с помощью этого объектива можно уже начинать где проводить эксперименты по художественной фотографии которые я описываю своих книжках посвященный различным историческим объективом попробуйте получите искренне удовольствие поскольку на это непростая задача конечно снимать перископом потому что хроматическую разницу учитывать в хасельбладе очень сложно он не хочет она не хочет учитываться вам надо будет это ловить интуитивно хотя табличку я привожу и можно воспользоваться это сказать сдвигать соответственно но и надо сказать огромное спасибо создателям хасельблада потому что они предусмотрели не только затворные затворы в объективах то есть затворные объективы то есть объективка внутри которого смонтирован затвор что позволяет снимать очень хорошо спокойно без вибраций но и электронный затвор в самой камере для того чтобы перейти к этим объективу надо соответственно войти в меню и отключить включить точнее включить электронный затвор и тогда все будет очень хорошо попробуйте и если использовать маленькие архаичные объективы то есть маленькими скалы с небольшими фокусными расстояниями то можно почти погрузиться в далекое прошлое получить массу удовольствий я надеюсь что с помощью созданные уже конструкции адаптивный я как-нибудь порадую вас чем-нибудь другим еще более интересными объективами которыми так полна история фотографической техники и которые создавались для получения художественных результатов они технических успехов демонстрации до свидания и и и и и